Доброго времени суток! В эфире прогноз погоды. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, чего ждать от природы в последний в этом году февральский понедельник. В студии для вас работает Николай Диденко. Что ж, весна на пороге, а зима разошлась не на шутку. Тучи принесут осадки в виде снега, а столбики термометров по большей части не поднимутся выше нулевой отметки. Однако следует отметить, что наблюдать просветы на небосводе смогут жители многих украинских городов. Далее детальнее о синаптической ситуации в каждом из регионов. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 12 до 3 градусов мороза. На протяжении всего дня в регионе будет царить переменная облачность. Только над Кропивницким под вечер небо станет абсолютно беспросветным. А вот осадков здесь не предвещается. На юге страны термометры в течение суток покажут от минус 6 до 0. Облака появятся в регионе еще ночью. В проследующие 24 часа они будут то расходиться, то вновь накрывать пеленой южные города. Однако осадков местным жителям опасаться не стоит. В старину считалось, что если в этот день снег тает, то весна придет дружная, а если стоит пасмурная погода, то весна будет холодной и долгой. Что ж, непогожим 26 февральский день не назовешь. Но точно можно сказать, что снег и не думает сходить. Так что по-прежнему планы природы остаются для нас загадкой. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 14-6 градусов ниже нуля. В ровно прояснение прогнозируется в первой половине дня. Во Львове только утром после ночного снегопада. Ивано-Франковск снег будет заметать на протяжении всего понедельника. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до минус 20, а максимальная дневная всего на 4 градуса подымется. Но зато местных жителей порадуют частые просветы на небосводе. В суммах день и вовсе обещают быть безоблачным. Осадков в регионе не предвидится. На востоке Украины будет преобладать переменная облачность, а снег предвещается только в Харьковской области. В течение суток термометры по региону пока ждут 13 до 4 градусов ниже нуля. 26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник. День неторопливости или иначе день медлительности. К настоящему времени он уже приобрел статус международного праздника. Идея учреждения такого дня принадлежит итальянцам, активным и эмоциональным. Именно они впервые отметили его в 2007 году. Целью неторопливо наслаждаться каждым неповторимым моментом в жизни. Так почему же и нам не последовать их примеру? А теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть от 11 до 13 градусов мороза. А днем прогнозируется от 5 до 12, также со знаком минус. Пасмурное небо предвещается в Северодонецке в ночные и утренние часы, а в Луганске и Алчевске только в обеденное время. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 7 до 13 градусов мороза. А в полуденные часы не будут колебаться в пределах 4 и 10 градусов. Славянский начало дня выдастся хмурым, но к обеду городской небосвод немного прояснится. В Донецке и Мариуполе предвидится переменная облачность. Лишь днем сюда набегут серые тучи. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 9 до 12 градусов мороза. А в дневное время от 4 до 10. В Павлограде и Днепре ночь пройдет под облачным небом, но утро и последующий за ним день принесут местным жителям частые прояснения. В Кривом Роге облака разойдутся в ночные и вечерние часы. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 12 до 7 градусов мороза в Киеве будет преобладать небольшая облачность с частыми прояснениями. Хотя утром столичный небосвод затянет хмурыми тучами, а осадков это за собой не повлечет. Это была вся информация о погоде на понедельник, 26 февраля. Весеннего вам настроения вопреки капризной зимы. До встречи в нашей студии.